Добрый день! Выдалась свободная минутка, и я решила записать для вас видео с книгами. Первое видео будет о книгах про зиму, потому что сейчас как раз первые дни зимы, и нужно читать про зиму, про Новый год. Я вам сейчас покажу, что у меня есть. И во втором видео будут книги для чтения перед сном. Начнём с зимних. Я не буду долго задерживаться на вот таких книгах, а-ля Советский Союз, извините, если кого оскорбляю, но вот с такими вот картинками, с коротенькими стежками. У меня вот это из фикс-прайса я купила. И вот на таких тоже не буду. Это тоже старенькие такие книжки, где и в лесу родилась ёлочка есть, и всё такое прочее. Это и так может каждый себе купить, у многих даже ещё с детства остались. Я буду говорить о том, что, так скажем, не очевидно. Ещё, наверное, вот такие книги тоже очевидные, они тоже в фикс-прайсе продаются. Есть для мальчиков, есть для девочек. Вот я знаю, для мальчиков есть с тачками, а для девочек есть какие-то принцессы по именам, не могу сказать, но тоже там они адаптированы на зиму, тут небольшие такие рассказы, проза, связанные с зимой. Вот это мне понравилось, потому что, видите, тут и Красная площадь нарисована, и гонки якобы в России происходят, но площадь называется Тарантасана, и мы так посмеялись вообще. Ну, тоже не буду так на ней внимание акцентировать, на что я задержу на чём своё внимание. Это книга, вот которую я ждала, Анастасия Орлова про грузовичок и прицеп и про Новый год. У меня уже есть первые две части этой книги. Это книги, которые заходят абсолютно у всех детей, мальчиков, девочек, неважно. И это книги для родителей, которые не понимают, как читать, у которых дети не слушают, потому что здесь очень интересно с точки зрения вообще лингвистики. Всё построено, выделено крупным шрифтом, что нужно прочитать громче. И помогает для родителей, которые говорят, блин, да я не могу читать вот эти книги вообще спасение, потому что дети очень любят различные междометия, различные какие-то звуковые эффекты, звукоподражающие. Вот в этой книге всё это есть. Я прям очень полюбила этого автора, мне очень нравится. Я смотрела и её стихи, хочу заказать, но пока не знаю, они больше уже на ранний возраст, я не знаю, после трёх лет зайдут они, не зайдут у ребёнка, хотя мы, в принципе, всё читаем. Но вот если у вас ребёнок ещё маленький совсем, обратите внимание на вот Анастасию, не фокусируется, да, Орлова, это молодая девушка, у неё и в Инстаграм профиль есть, и очень-очень классные, очень интересные, современные у неё книги все. Второе, что я хочу показать, это автор, который стал моим любимым из иностранных, да, авторов. Две книги. Первая книга – это «Дочурка Груффало». Все, кто знаком уже с Груффало, наверняка вы знаете, что вот вышла ещё вот зимняя книга про дочку. Тут потрясающие совершенно картинки, современная, опять же, поэзия для детей. И если кто знает историю про Груффало, про хитрого мышонка, который всех вокруг, в лесу обвёл вокруг пальца, вот это сейчас продолжение, также там и мышонок задействован, но уже не сам Груффало, не папаша Груффало, а его маленькая любопытная дочка. Тоже история, которая прям на ура заходит. В любом возрасте, я имею в виду до семи лет точно, мы проверяли на многих детях, и её очень любят слушать. Поэтому, если у вас был Груффало, обязательно ещё дочурку приобретите. И «Человеткин». «Человеткин» — это одна из самых любимых моих зимних книг. Очень классные стихи, история про Человеткина, про ветку, которая оказалась не просто веткой, а у которой есть своя семья, свой дом. И когда детишки в неё играли, кидали её собаке, в стихах указано, как она страдает, как и в этот момент её ждут дома. Вот я такие книги полюбила с тех пор, как мы активно занялись вопросом привития ребёнку любви к природе, к охране природе, что не нужно производить мусор, не нужно ломать деревья. И бережное такое отношение к природе, мне кажется, эта книга, она способствует. Потому что, когда ты пинаешь или убиваешь какого-то жучка, червячка, ну, конечно, мы понимаем, что у них там нет такой градации по семье, что это мама, папа, но, тем не менее, какое-то вот милосердие в детях. Сейчас очень много жестоких детей. Вот такие книги, они пробуждают. Вот про Человеткина, видите? Тут, вот он летит, Человеткин, и он говорит, «Нет, я не палка, пусти меня, стой! Я Человеткин, разумный, живой! Я Человеткин, мне нужно домой!» И вот здесь ещё, когда его потом спасает Дед Мороз, сейчас я вам покажу, вот он, видите, здесь написано «Бах, Санта-Клаус со всей эпоклажей». Я читаю «Бах, Дед Мороз» со своей эпоклажей, потому что пока так удобнее, чем объяснять, что ещё есть Санта, а есть Дед Мороз. И я переделываю Санту вот на Дед Мороза, для ребёнка. Ещё одна книга, которая не касается непосредственно Нового года. Это книга, «Красная книга зимы». Кто подписан на Инстаграм, знает, у меня есть целая коллекция, там, четыре таких книги на каждое время года. Это «История про мальчика». Сейчас покажу, это, по-моему, французские. Да, французская книга. «История про мальчика и про его семью». Они очень интересные, здесь тексты, не поэзии. Здесь очень интересно рассказывается, как во многих странах, то, что наступает зима не 1 декабря, а с 22, да, там, день зимнего. С чего там, солнцестояние, да? Про календарь, как у нас меняется одежда, да, гардероб, как меняются прогулки, как вообще, в принципе, всё меняется, какие занятия есть для зимы. Вот такие тоненькие энциклопедии, мини-энциклопедии очень деткам любятся. Мы тоже проверяли на многих детях. Ещё, что не касается Нового года, тоже очень классная серия «Чик и Брики». У них очень много... Кстати, это тоже Аксель Шефлер от создателей Груффало, да, и вот эти книги я очень люблю, потому что, например, мы читали в Человеткине, по-моему, там есть, или здесь есть «Ветка». В общем, у них картинки с Груффало, с Человеткиным, с Суперчервячком, там вот они пересекаются, и ребёнок, когда узнаёт, такие эмоции потрясающие. Здесь про кролика Чика и мышку Брики у них серия книг, как они лепят снеговика, как они играют, как они спят, как они умываются. То есть это вот такая серия на все случаи жизни. И вот эту книгу, как-то она у нас в два года не совсем зашла, не понравилась. Это у меня всё прошлогоднее практически, вот то, что я показываю, это с прошлой зимы я сейчас просто достала. В два года она не очень зашла, ребёнок смотрел, но не было столько эмоций. Вот сейчас в три года мы прям с удовольствием, ну за вечер я раз в 15 точно читаю её. Теперь, что касается новогодних книг, вот сейчас самая любимая, именно к Новому году, вот такая книжка «Подарок для мышки». Я всё покупаю в лабиринте. Я не могу сейчас на каждую книгу найти ссылку, но они все вот из лабиринта, если название вобьёте. Я нигде больше никакими сервисами не пользуюсь. Единственное, грузовичок и прицеп я заказывала на Озоне, потому что в лабиринте Орловой нет. Вот эта книжка про маленькую мышку. Здесь даже рисунки, знаете, как мир глазами маленького человека, маленького ребёнка. Вот ребёнок, он смотрит на всё. Мы все такие большие, дома огромные, машины огромные. Здесь тоже, видите, вот она мышка малюсенькая. И эта книга даёт возможности родителям увидеть мир глазами какого-то маленького создания. Неважно, это ребёнок, мышонок, кот, ваша собака, ещё кто-то. И вот она очень тёплая, очень семейная и прививает правильные ценности, на мой взгляд. Поэтому вот обратите внимание перед Новым годом почитать. в последнюю я показываю вот такую книгу «Подарок для Деда Мороза». Я о ней много не могу ничего сказать, потому что она пока у нас не зашла. Она мне нравится, мне нравятся иллюстрации, мне нравится сам текст. Ничего я в нём такого не нашла страшного. Ну вот на три года пока у меня ребёнок не очень. А семилетний, например, у нас девочка семилетняя, ей уже поздно. Ну, я буду пробовать ещё и потом вам расскажу вот эту книгу. Но сама она мне нравится, поэтому вдруг у кого-то зайдёт или у кого-то есть. Посмотрите. Вот. Это я вам показала, что у меня есть по зиме. Сейчас буду снимать то, что есть перед сном. Поэтому всем спасибо и в следующем видео увидимся.